чем помочь лошади когда у нее вот такие проблемы со спиной понятное дело что верхом лучше в таком состоянии на лошади не ездить потому что это только усугубит болезненность можно делать разные упражнения полезные либо на корде либо в руках ну для начала смотрим как лошадь шагает на корде может ли она вообще нормально шагать не зажимает ли она спину не за не закидывает ли она голову давай дим вроде сейчас уже более-менее он шагает нормально расслаблена и спиной хорошо работает таким достаточно активным шагом голова опущена это тоже очень хорошо очень важно чтобы лошадь не прогибала спину а наоборот выгибала ее такой вот немножко дугой вот так же следим чтобы у лошади была расслаблена шея чтобы она была опущена и вот нижняя часть шеи была такая ну немножко как желе и это показывает на то что шея у лошади расслаблена молодец конь ну вот направо конь в принципе тоже шагает неплохо но видно что немножко он более больше напрягается немножко как бы с большим трудом наступает на правый перед как будто ему там вот что-то что-то какой-то дискомфорт у него в этом есть а так еще вот видно что ширина шага задними ногами у него разная шага правой ногой он шагает шире чем левой это распространенная проблема у лошадей с синдромом целующихся позвонков ширина шага задними ногами у них будет разная но это если целующиеся позвонки в пояснице если целующиеся позвонки ближе к холке то может быть разная ширина шага передними ногами хотя я не очень понимаю почему потому что позвонки то посередине целуются возможно это зависит от того какую сторону лошадь больше зажала просто то есть вот он даже правую ногу заднюю ставит быстрее пытается опять перенести вес на левую а на левой ноге он остается дольше времени так но сейчас посмотрим как он на рыси бегает давай дим ну такой явной хромоты и зажатости на россии у него сейчас тоже уже нет поэтому в принципе можно его аккуратненько подвигать на корде и когда двигаем лошадь на корде просим его вот так вот тянуться опускать голову вниз и тянуться вперед при этом лучше не надевать никакие дополнительные средства лошади не не резинки не шамбон вот ничего такого потому что чтобы не перегрузить лошадь чтобы у нее в любой момент была возможность ну как поменять положение если она устанет либо если ей вдруг станет больно вот поэтому особенно вот в острой фазе пока у лошади что-то болит лучше работать просто руками вот аккуратненько вот я немножко отзываю его за корду и прошу потянуться вниз и как только он потянулся я немножко корду ему ослабляю и хвалю давай вот умница ай молодец ай умница ай хорошо вот если он устал то можно пошагать немножко тем более что шагает он тоже хорошо с опущенной головой из достаточно расслабленной спиной в принципе на шагу даже это будет более полезная работа особенно если у лошади такой вот хороший активный шаг расслабленный дим давай в другую сторону проверим как ты бегаешь иди сюда так и вот смотрим в другую сторону играть не даем просим просто ровненько спокойненько бежать вперед ну вот интересно давай дим в эту сторону ему как-то посложнее тянуться от меня такое ощущение до левая сторона у него немножко более проблемная всегда была и вот да в эту сторону ему посложнее и растягиваться и сгибаться но немножко мы попросим вот молодец умница вот можешь помедленнее чуть-чуть чтоб тебе проще было давай давай вот умница ай какой молодец давай еще и рысь рысь дим рысь хорошо вот молодец ай молодец ай хороший конь ай умничка вот немножко тоже начал расслабляться налево опускать голову отфыркиваться ну вот видно как коню сложно согнуться влево в боку то есть у него левый зад заступает как бы немножко внутрь под корпус зад зад откинут наружу лошадь не очень хорошо гнется и соответственно он делает шаги разной длины задними ногами правой ногой он делает более широкий шаг и вслед вслед бежит с передним копытом а левой ногой он не доступает причем ну да довольно сильно как минимум пол копыта но это видно что он зад ставит немножко наружу если у лошади настолько болит спина что она не может бегать на корде расслабленно с опущенной головой и зажимает спину задирает голову то на корде лучше тоже пока не работать а работать заниматься с ней в руках первое упражнение которое можно делать его можно делать еще в процессе чистки в конюшне на развязках это когда вы чистите лошадь да и лошадь прогибает спину потом можно ее попросить вот так вот уперевшись ему ногтями в живот выгнать спину вверх вот молодец сейчас еще раз покажем вот нажимаем пальцами на середину живота можно даже немножечко ногтями так не отвлекайся да вот просим вот вот так вот выгнать спину вверх вообще вся задача работы лошади с такими проблемами со спиной заключается в том чтобы лошадь выгибала спину вверх а голову соответственно опускала вниз поэтому дальше что мы делаем это мы просим лошадь постоять с опущенной головой ставим лошадь по возможности ровно на 4 ноги встаем перед ней чуть сбоку и просим ее опустить голову вниз вот молодец и потянуться вот так вот ай молодец так единственное очень не советую тянуть лошадь за вкусняшкой потому что за вкусняшкой лошадь может сделать очень резкое движение и наоборот себе там что-то оторвать сорвать и так далее поэтому так вот чуть-чуть сейчас я его попрошу поровнее встать да и просим просто от давления вот так потянуться вниз хорошо и вот так постоять только очень аккуратно не стойте ровно перед лошадью потому что если вдруг что-то там вот у нас манеж хлопает от ветра если он испугается рванется вперед то он просто вас собьет с ног ну и лучше не садиться перед лошадью а наклоняться вот видите сложновато тянуться вниз он пытается пойти вместо этого возвращаем назад ставим поровнее и просим опять потянуться вниз давай день хорошо ай молодец ай хорошо вот то есть когда у лошади голова опущена у нее позвоночник выгибается и мышцы расслабляются если лошадь совсем не хочет твои и просите опуститься она совсем не хочет опускать голову можно еще помочь себе вот так вот пальцами сжать кожу на затылке и как только лошадь начала опускаться вниз опускаем отпускаем пальцы хорошо умница молодец и вот такая поза для лошади она очень полезна если у нее зажатые болезненные мышцы спины следующее упражнение это упражнение на шагу шагаем с лошади в руках и тоже просим ее опустить голову лучше всего шагать по вальту и следим так этому шагаем налево это у него более сложная сторона следим чтобы лошадь не валилась на нас плечом вот я немножко убираю ему прям сложно сложно он валит на меня плечо и не хочет сгибать затылок в мою сторону вот из следим за тем чтобы вот эта мышца шеи была расслаблена чтобы лошадь опуская голову не напрягала шею вот шагаем немножко плечом внутрь лошадь идет по вальту как бы в три следа ставит заднюю внутреннюю ногу вслед передней внешней ноги вот он шею зажимает в эту сторону довольно сильно просим просим несколько шагов да вадим вот я прошу хотя бы парочку хороших шагов потом просто просто иду с ним по вальту вот и еще раз прошу пройти плечом внутрь давай димочка вот немножко шагаем ровненько ты следим чтобы шаг был бодрый хороший так и давай в другую сторону пойдем так и вот другую сторону ходим с ним направо это в эту сторону ему гораздо легче у него более расслаблена шея он не так на меня валится хорошо так сильное постановление делать не нужно нужно чтобы было более менее равномерное сгибание по всему корпусу лошади и вот на таком упражнении очень хорошо видно какая у лошади страна более проблемная вот и немножко пройдем просто хорошо если лошадь хорошо сделала упражнение то можно остановиться и ее похвалить угостить опять же не надо ее вести за морковку или там за какой-то сухарик еще какую-то вкусняшку но после упражнения вполне можно ее угостить вот и такие вот упражнения на шагу ну можно начинать делать там начиная с двух-трех минут если у лошади очень болит спина можно пару раз в день делать утром и вечером и постепенно доводим там до 20-30 минут с перерывами с вас со свободными просто про шашками вот когда лошадь хорошо размялась уже и нормально опускается расслабленно ходит можно просить ее сделать несколько шагов назад тоже обязательно с опущенной головой чтобы лошадь насаживание работала спиной тим давай и назад три-четыре шага не больше и опять идем вперед пойдем шагом так еще полезно на остановках лошадь сгибать вправо влево просим растянуть мышцы спины в бок начинать нужно очень плавно на той высоте головы которая комфортна для лошади просим ее так вот немножко вот молодец только следите за тем чтобы лошадь не выворачивала голову да вот чтобы у нее вот так вот голова не выворачивалась чтобы она сгибалась целиком в шее вот так вот хорошо и смотрим по ушам лошади то есть уши должны находиться на одной горизонтальной линии если одно ухо выше чем другое это значит что лошадь затылок завалила вот молодец вот вот видите вот так вот вот так не очень хорошо опять же вот не стоит тянуть лошадь за морковку потому что лошадь будет пытаться получить морковку и будет очень сложно контролировать положение ее головы так и в другую сторону вот стараемся вот так чтобы лошадь не выкручивала затылок а ровно сгибала шею молодец молодец давай еще постепенно просим это делать в как можно более низком положении головы димасик голову опускаем так я знаю что болит у него больше справа а сгибается он сложнее влево молодец вот просим лошадь согнуться согнуть шею так как лошадь может не надо ее насиловать и через силу пытаться согнуть вот и просим на пару секунд зафиксироваться вот в таком согнутом положении и отпускаем хвалим если все делать правильно то со временем лошадь поймет что сгибаться проще с опущенной головой ну вот влево ему сложнее он мне предлагает ходить предлагает отодвигать зад чтобы разогнуться обратно ему хочется быть прямым в эту сторону молодец он мне предлагает согнутся вправо вместо этого вот умница молодец молодец и и постепенно когда лошадь уже более-менее понимает что от нее требуется очень постепенно увеличиваем работу в проблемную сторону но не забываем и о менее проблемной стороне потому что если вы будете работать только в проблемную сторону то другая сторона у вас со временем станет более проблемной например да если вот у лошади сложная левая сторона то мы делаем на право три сгибания на лево четыре сгибания вот примерно как то так и вот такие упражнения когда у вас уже прошла острая фаза лошадь стала ну более-менее уже нормально себя чувствовать у нее перестали вот так вот сильно напрягаться зажиматься болеть мышцы и врач вам разрешил верховую работу вот такие упражнения хорошо очень делать перед каждой перед каждой работой то есть в качестве разминки выходим и делаем вот такие упражнения с лошадью и еще очень важно от лошадей с проблемной спиной работать регулярно там не раз в неделю не два раза в неделю а лучше понемножку каждый день ну или там хотя бы через день чтобы у них спина постоянно была в тонусе и все те же самые упражнения уже когда вы сели верхом можно делать с лошадью верхом это тоже будет очень полезно особенно для лошадей с целующимися позвонками и другими проблемами со спиной и и еще вот для лошадей с проблемными спинами очень очень полезно жить на выпасе ну или хотя бы там несколько часов максимально возможное количество часов в день гулять и пастись потому что эта лошадь ходит с опущенной головой очень физиологично она ходит и ищет траву при этом у нее правильно работает спина правильно работает шея и спина может в общем-то стать гораздо гораздо лучше даже без вашего участия так ну и после работы вот смотрите кстати мы совсем немножко поработали буквально то что вот мы показали на видео но конь уже настолько как бы размял разогрел мышцы что он стоит на четырех ногах не вот прям ровно не квадратно но по-крайней мере он уже опирается на четыре ноги то что когда он вышел только вышел из денника он вообще не мог делать но и вот обратите внимание также что у него идет такое перенапряжение левой передней ноги что у него отекает путовый сустав на левой передней ноге и он даже видно невооруженным глазом что он больше чем на правой даже вот после того как мы пошагали он немножко стал поменьше но тем не менее из-за того что перенапрягается левая сторона он пытается разгрузить больную правую сторону левая сторона у него перенапрягается ну то что называется компенсация и и после работы очень хорошо намазать спину какой-нибудь согревающей мазью вот например гель согревающий с экстрактом перца и прополисом вот лучше не надо там всякими пчелиными ядами и такими уж совсем зверскими мазями типа феналгона потому что это вы потом лошадь не поймаете даже в деннике вот такой мази и и втирать не надо она просто размазывается по спине вот и мажем не только проблемное место но и захватываем более здоровые мышцы вот лучше это делать в перчатках потому что мазь действительно действительно разогревает и мажем обе стороны вот все такие гели мази их не надо втирать в кожу их просто надо сверху размазать перед тем как мазать мазь можно в принципе немножко помассировать еще мышцы вот и потом накрываем лошадь попоной если лето жарко то можно просто вот не кутать а накрыть только то место где где была намазана мазь и где-нибудь на на полчаса хотя бы оставляем лошадь постоять по пони принципе вот по нашему опыту из таких очень доступных очень экономичных штук можно мазать спину просто миновазином и и он очень хорошо помогает вот от всяких мышечных проблем со спиной продается в человеческих аптеках вот в таких бутылочках еще очень хороший вариант вот для лошадей с проблемными спинами это попоны бэкон трек они сделаны из специальной ткани с керамической крошкой и они очень так мягко равномерно разогревают спину то есть лошадь в принципе может даже жить такой по пони то есть ее можно надевать перед работой для того чтобы немножко разогреть мышцы лошади можно надевать после работы можно вообще в ней жить можно на ночь оставлять лошадь это очень очень хорошая штука не для ленивых для богатых вот и в принципе но поскольку эта попона сама по себе греет то под нее уже лучше ничего не мазать никаких греющих мазях поэтому особенно если неохота возиться с мазями вот очень советую такую попонку вот но это наверное все что мы хотели рассказать про проблемные спины всем спасибо за внимание пока